В этот день, 11 марта 1892 года, Министерство путей сообщений утвердило проект первой московской канализации. 11 марта 1918 года Ленин прибыл из Петрограда в Москву. В этот же день было принято решение о переносе столицы. 11 марта 1919 года началось Вершинское восстание Донского казачества против большевиков. 11 марта 1931 года ввоз религиозной литературы в СССР был запрещен. 11 марта 1941 года Конгресс США принял закон о ленд-лизе. По этому договору воюющие СССР и Британия получали военную технику, материалы и продовольствие. 11 марта 1990 года Литва провозгласила независимость от Советского Союза. В этот день, 11 марта, родились адмирал Василий Чичаков, участник экспедиции к берегам Америки, воин со Швецией и Турцией. Именем Чичакова названы низко островов, мысов, залив и гора. Греб Ивашенцев, известный врач-инфекционист, организатор борьбы с тяжелыми эпидемиями холеры, тифа и спанки. На протяжении многих столетий Россия периодически сотрясала от страшных эпидемий, уносивших сотни тысяч человеческих жизней. Даже в начале 20 века сотни людей умирали от вспышек холеры, тифа, оспы, гриппа и спанки. Но в то же время в стране появлялись доктора, призванные бороться с возникновением смертельных заболеваний. Одним из таких лекарей стал Глеб Ивашенцев. Родившийся в дворянской семье юноша воспитывался разносторонней натурой и на своем примере пропагандировал здоровый образ жизни. Ему были подвластны любые виды спорта, включая занятия гребли, парусным спортом, коньками. Он много путешествовал по России, на велосипеде, пешком, под железным дорогом, на пароходе. Побывал почти везде, кроме Туркестана, Севера и Польши. Ценность своей и каждой жизни в отдельности будущий профессор осознавал всегда. Особенно это проявилось во время русско-японской войны в Манчжурии, куда студент-медик отправился работникам Красного Креста. Один слух ужаснее другого. И, наконец, все они венчаются вестью о том, что китайцами и хунхузами перерезаны все раненые и больные, оставленные в Мукдене. Я весь содрогался от ужаса и жалости к тысячам жертв. Не меньше 60, а, быть может, 150 тысяч. Так гласила запись в дневнике. Сколько тысяч людей впоследствии спас доктор Ивашенцев, сосчитать не представляется возможным. Но можно с уверенностью сказать, что качество милосердия и сострадания он не утратил до конца жизни и за каждого пациента боролся до конца. Петербургский лекарь исследовал многие инфекционные болезни, среди которых были ТИФ и пневмония, являвшиеся осложнением от испанки, выявил бактерию Диплокок. При лечении холеры профессор впервые применил физиологический раствор, состоявший из воды и соли, чем немало удивил медицинское сообщество. В послереволюционные годы инициировал воссоздание службы скорой помощи, убедил городские власти реконструировать здание инфекционной городской больницы с увеличением количества коек. Особо тяжелые случаи доктор курировал лично, ежедневно посещая пациентов. Многих больных принимал у себя на дому, не взимая платы. Ивашенцев объединил вокруг себя коллег и организовал научную работу не только в Ленинграде, но и по всей стране. Не забывал и про молодое поколение, для которых написал учебник, ставший многим настольной книгой, курс острых инфекционных болезней. Часто профессор присутствовал на празднике выпускников медицинского вуза и как гиппократ направлял их напутственными словами на путь служения людям. Товарищу, кончающему медвуз в расчете обеспечить себе безбедную и счастливую жизнь, настойчиво советовал бы избежать получения диплома. Товарищи, ставших врачами для того, чтобы не считаться с решениями, устранить все препятствия, шагая через них, вести борьбу за лучшее и жизненно важное достояние человечества, здоровый дух в здоровом теле, искренне и горячо поздравляю с полученным ими правом вступить на намеченный ими путь. На этом пути я не желаю им счастья. Оно случайно. Я желаю вам радости в труде. Найти ее зависит от вас самих. Вы найдете ее, наверное, если теснее свяжете свою жизнь, чисто врачебную или научную работу, какова бы она ни была, с разрешаемыми нашей страной задачами оздоровления, физического и морального всего человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова